он как и похож на человека который готов слушать но фишера можешь привязать ну загадочник то действует ночью нашли фрорус сэр фишер ну ладно или на родители что лечет а нас от вас уехала ехала вот угод уезжает или дура ты чего что что говоришь еще да не знаю думаю может проехаться проветриться проветриться давай давай еще это квитрику ты едешь а а что еще туда едешь да я никуда не еду я туда не очень-то хочу ехать поэтому встаю здесь этому загадочек ухожешь встречаться нет не хочу не хочу с ним встречаться я вот еще что хотел сказать этот индеец он мне сказал что он он живет в лагере который когда-то принадлежал армадельцу и я уже была в этом лагере я знаю где он просто на всякий случай ладно думаю что можно эти следы какие-то что ли не знаю следы ли но слушай он действительно господи уже заговариваюсь он действительно заинтересовался этим загадочником но заинтересовался как будто бы как поклонник вроде того да он сказал что он очень уменный такой человек уж точно в команде не повредит но учитывая то что он может быть это его план то есть он хочет донести до всего города что он хочет по ограбить банк но не до всего города до некоторых людей чтобы они его вывели на загадочник и чтобы тем самым он его поймал я думаю что даже если он его поймает он тоже будет доволен потому что 500 долларов на дороге не валяется ну новый капитан полиции ничего не знает про 500 долларов кстати а ну вот значит об этом лучше никому не говорить потому что тогда люди перестанут вообще что-то делать ты надеялась да на эти 500 долларов да я на них отчасти надеялась конечно ну да ну получается может есть еще 500 долларов от гальяна кстати попробую него к нему устроиться может быть поделиться да 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 и что я там буду сидеть в кабинете перекладывать бумажки ну смотри нет нет у него же люди работают мисс холл ты слышала что она теперь работает на гальяна в поимке загадочника и она ищет любую информацию о загадочнику и это за все этом заключается ее работу она говорит информацию и платят деньги а у тебя столько информации про загадочника что ты можешь учу это мне кажется что не то чтобы намного больше чем у нее да мне кажется тоже что нету подошли тебя намного больше чем у нее она вообще ничего не знает думаешь а ну если она работает с ним конечно многое знает но она ничего не скажет может быть она с этим прикрывается как раз если она работает конечно на загадочника это удобно работать на гальяна узнавать людей всю информацию потом все передавать загадочнику но насчет гальяна я возможно неплохая идея но тогда и она будет это знать всю информацию которую мы знаем сейчас получается так метод мысли появилась а чё слушай как думаешь если а если у этого нашего загадочником появится подражатель фанат как ты говоришь ну то есть настоящая не подставной я настоящий да ну тогда мне кажется нас тогда голову взорвутся от загадок мне кажется да мы тогда не поймем кто это и как это что я могу понять загадочник действует то это что не знают люди многие то что знаем мы загадочник хочет наказать полицию найжил теперь порта да кстати у меня мысли было что если сделать показательную казнь портера но якобы казнь слушает неплохая мысль если капитан полиция объявит на весь город что портер обвиняется в таких-то преступлениях покрывательстве преступников и за это будет казнен то в такое-то время может быть и загадочник туда приедет может сработать возможно кстати так чтобы это было громко и во все услышание но на это должны согласиться да ну благо здесь новый капитан может быть я попытаюсь им поговорить может быть он может быть он пойдет решит на это это сделать надо бы кстати поговорить нам капитаном а он как похож на человека который готов слушать да да вполне он и я к нему сходил у меня за спросил про все вот эти вот и газы и такое спасибо и угостил бурбоном так что я думаю он ну раз угостил бурбоном значит не все потеряно именно так так с этим на ветряк может быть там прикрой меня я пока залезу посмотрю может там записка как это будет пусто слушай фарадей знаешь что у меня подумала видишь девушек на веранде ну может быть они что-то видели хотя сюда часто наверное кто-то залазит на ветряк я боюсь да и боюсь что если они даже кого что-то видели и они также как и другие ничего не скажет потому что им пригрозили только надо понять что капитан полиции новые чист ли саму на руку а то как мы поняли здесь и портер покрывал преступников и найджел и какой-то флин были не чисты на руку как это понять может строить ему тест предлагаешь кого-то убить потом сказать что ты что ты убила и посмотреть повесит он тебе или нет нет что-нибудь попроще ну посмотреть будет ли он прикрывать блин даже не знаю надо подумать да можно попросить просто хотя за такое могут посадить наверное попробовать дать взятку чтобы покрыть свое какое-то преступление вот мне кажется опасно действительно ну просто посмотрим как он будет действовать может быть информацию какую-нибудь дать ему который у нас есть и посмотреть что он будет не делать допустим пропортера такой тест в любом случае рискованный следать ему ложную информацию он ее проверит поймет что она ложная не ложная настоящую правдивую допустим что загадочник мстит полиции и сказать может быть давайте поднимем дела какие-нибудь кого тут вешали может быть у кого-то обиду держит на полицию может быть кому-то там сестру брата отца повесили здесь посмотреть что он даст и да ну и будет ли разбираться в этом хотя можно сказать сказать я разберусь и до свидания будьте свободны вы не офицеры и зачем я должен сами делиться этим согласен да ладно посмотрим но у нас шансов мало смысле у нас и вариантов мало получается ему лучше довериться потому что все таки это человек со значком а если всякие вот которые те люди которые работают на сама знаешь кого слушай но даже если он и и нечесть на руку и что-то предпримет у тебя раскроет и ответ на вопрос мы получим правда кто-то может пострадать ну ну да я уже ко всему в этой жизни мне кажется готова да я тоже я просто хочу же поймать этого какой белоснежный хвост это лошади чуть за луфи гонится что ли эй сэр эй сэр вы чего уйди по-хорошему вы чего сэр уйди по-хорошему нас тут 30 ребят они сейчас я выйдут к тебе хочешь проблем нет не хочу сэр ну тогда уёбывай там луфи хватают какой-то мужик с верёвкой говорит что их 30 человек час приедет сзади сзади салуна сзади салуна эй кто-нибудь там человека похищают луфи бандиты эй чего там с луфи луфи его хотели сдать в рабство я его сказал ему он бегает где-то еще и вот там свяжу вы связывают сзади салуна скорее вы уже нет вы не видели куда луфи увезли давай 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 туда 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 вперед скачи 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 съемным негодяев дом говорит их 30 человек да какие 30 там 23 человека было это один сборе гнался давай 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 туда какой-то этот прямо но не знаю дальше куда да это сейчас этот из цирка какой-то нам предложил похитить этого луфи ты говоришь это дурачка который с пробитой головой да 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 он предложил каждому по 10 баксов мне этому сэму фишеру ну я не знаю мне совесть не позволила я рассказал а кому полиции они просто вам мужику чтоб помогли чтобы есть перестрелять а полиции вообще нельзя ничего рассказывает как ты не понял они тоже я не вижу вообще никого можете туда поехали они попробуем может другую сторону назад сторону бухты это не сторона бухты в какую но налево получается не то чтобы я рассказал кому-то я вообще не знаю что-то внутри мне позволено не такое человек что посещать людей ну конечно не хочешь вернуться обратно в это полицейские форму анализа не те же бандиты только переодетые на самом деле ну-ка капитан вроде ничего новый и буду вершить сама супер успешно я решил я выбрал свой путь наказывать плохих парней и делать оружие для хорош ладно там говорили как тут а что за бухта то бухта там где вот эти отморозки мексикан собираются ну что дай повезли да не ну прям туда конечно заезжать не стоит рядом я его нашел кстати около около станции рикса по же в той стороне и знаю но тот мужик обещал меня зарезать за то что если вдруг я проболтаюсь понял который это предлагал похитить этого в луфи или лучше да мы правильно едем или нет то я откуда знаю ешь видео как они из блэквоттера только выезжали вот потом мы через полминуты может правее попробую немножко взять может они там где-то смысле прямо а потом правее где мы где-то станции рикста да и что-то было бы видно наверное а фишер тоже отказался да или нет согласился согласился конечно согласился ты что видел его деревень подожди а он спрашивал про эту аврору бухту аврору смысле озеро какое-то зачем-то может быть как раз его сказали чтобы туда он привез ну давай проскочим вроде тот мужик сказал просто за это за почтовый до почта в луфе завести а там дальше он бы разобрался так самое интересное спас этого флуфи а его все равно посетить да я приехал остальное наставил револьвер на этого мужика который его хотел связывать и он говорит все сейчас 30 человек приедет но я решил съездить сказать полиции а полиции нет на месте знаешь если честно меня конь какой-то слушай может возьмешь а то наши мои они не доедет как думаешь или все-таки это плохо будет надо поехали до согласен может спасать отошел пустые заберу коня начнет жаловаться бежит полицию так она где-то здесь это мы далеко уже от аврора этой еще что полиции ты не сказал что фишер согласился не надо на аврора не надо давай лучше назад город почему не знаю мне плохое предчувствие появилось почему не знаю давай съезжу тогда я один-то проверю давай никого нет там пусто да на меня тут гризли напал ё-моё ты жив цел данный видишь ладно я хочу на станции рик сейчас скататься и ты их blackwater или со мной ну давай на станции ну получается плохое предчувствие у тебя как раз и подтвердилось за он просто еще погнал за каким-то мужиком мне времени никто там не мы мимо не приезжал с этим слухи они вот эти мужики не приезжали понятно я думаю да они если куда и постакали ну где цирки устраивают наверное где-то сторону анасбурга ну да я говорю мне обещали привезли не знаю не охота конечно а не понял ну слушай мы пока что еще никого и нашли на фишера можешь привязать да могу конечно ублюдо ублюдок но он такой безобидный какой-то непонятно ну как безобидный помог человека и украсть надо да ну нужда видимо деньги работа в городе много но увидишь тогда в легкие деньги легкие 20 долларов ну тоже верно он где-то шел вот оттуда впереди слева если честно меня этот луфи очень сильно пугал как-то я увидел сегодня в городе я подумал вот такого если ночью в переулке встретить в том мексиканском то все ну он же все-таки вроде как добрый был есть страшный вообще ужас какой-то животный страх от него и не сильно страшно какой будет если нападет ну наверное не бесполезно давай на свои поиски может быть да кстати там мы увидим в поезде ну да знаешь связанным до того мы не успеем были бы каждый у каждого лошадь было бы успели в атак ну да да я сделал все что мог что спасти моя совесть чисто согласен это это я что-то как-то послушал мужика что их 30 человек подумал что я сейчас будет бойня то нужно предупредить людей а может быть оказалось что их попался на уловку его я думаю сам фишер теперь тоже на меня зубы точить но это же ему ничего не сделал не ну как бы я его план раскрыл на по он уже его почти довел до места говорить дайте а в цирк ведут беги скажу что тебе этот фишер не прирезал на месте или не пристрелил домик кстати ударил так по голове немного ну ну ладно так пощечим даты мол типа дурак и все запорол ладно я вообще не держу зла я понимаю деньги жалко просто этого луфи несчастным парень получается это всего кто-то ударил наверно что по голове да он скажу бери по голове и что и год держали в клетке ну да я когда сказал про цирку он сказал что я не вернусь цирк побежал плакал ну надеюсь мы не единственный кто поехал по следам луфи поэтому может быть кто-нибудь найдет и отобьет у нас тут своих проблем по уши со всякими этими да 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 и с трупами которые наезжают на лошадях теле она рассказала мою теорию да но она сказала что что-то не она ничего определенного не сказала в общем но потому что я ничего определенного не сказал нас все странно вообще все это не труп и трупу он мертвец начнет нож кто-то просто раскопал и да да так и есть как есть ладно тогда давай 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 на следующий день так ну что наемные убийства охота за головами без лицензии black widow живым или мертвым ничего себе черная вдова женщина ли мужчина о карл это твой старый друг мэтью некоторое время покину город в свете последних событий но если ты захочешь со мной выпить подай сигнал и приду как по расписанию понял понял забираем понял понял это нам рубим пресс сказал что его не будет в городе окей здравствуйте ну кто-нибудь готов меня угостить бурбоном никто ладно извините здорова как дела это хорошо скверно чему не нашли вчера этого луфи жалко конечно что его продали и он встретился со своей мамой что ли что-то вроде того где у мама была надеюсь она не на небесах не знаю мне просто сказать то что там еще было но там 8 человек вроде как лежали мертвые ничего себе жалко конечно что его продали все таки он боялся этого это верно я ему сам сказал что лучше иди спроси на стройке либо у гробовщика какая может быть у тебя работа потом муж мужик там предлагал чтобы он там в цирке но он же не по своей воле продался он же его похитили мне кстати вчера виктор очень интересную историю рассказал хоган да не тоже про то что им предлагали мужик предлагал 10 баксов чтобы они выманили луфи и из города и чтобы его там связали и похитили а он мне тоже это рассказывал но он сказал то что он вроде как наоборот ему сказал бежать и все такое да да но видишь это не помогло там еще и на мисс холл наставили оружие представляешь ну те же все были обычно но я приехал сказал чтобы они отпустили луфи в этом уже говорит мне тоже достает революра говорит нас тут 30 человек сейчас если не уходишь им все ты умираешь здесь но я поскакал к до полицейского участка там позвал всех когда вернулся они уже уехали он сказал что будет и что их 30 человек будет но я не стал проверять а я нашел записку там вот где его похитили я же видел где вы еще записка там что-то говорилось какой-то встречи в тел трис это это там где горе за озеро аурора я знаю там был вчера но там никого не увидел и мне еще сказал мистер хоган то что он там тоже весь лес прочесал но никого не нашел но собственно мы с ним туда и поехали только он струсил и ходил по лесу я уже поехал к самому озеру чтобы думал что там есть может быть увижу кого-нибудь там сделка какая-то но там никого не было кроме медведя а еще приехали этот мистер фишер и тантроном сером плаще в котелке нет я понял с бородой но с бородой это ничего себе вы это примет то сказали мы знакомы и чё он сказал я не знаю они просто приехали не знаю как будто их посадили на быка или даже не то что посадили а привязали и он их там пенал но сейчас погодите пожалуйста я сейчас приду чего себе на самом интересном это я должен вспомнить это может быть как и дела на ферме больше никто не нападал это хорошо а те кто кто нападал вы не поймали так получается да я не знаю просто в мистер на вчера говорила что кто-то нападал у вас на ферму недавно вы их поймали или нет не получилось а я думал вы были потому что вы хотели похитить похитили можно спрятаться не знаю вы привезли в город голоски понял и он был ранен у него понял мне кажется приходили за ним но ничего не пропало ну ты сейчас сам сказал что если приходили бы за ним то его бы увезли я не знаю почему они не увезли и не убили но факт есть факт из дома чем они с ним разговаривали чем-нибудь говорил понял может быть вас искали а вас не было на месте зачем не знаю но вроде как на ферму много людей нападало и много раз поэтому это хороший вопрос почему на вашу ферму нападают а почему вы так интересны кому-то складывается ощущение что это фермы есть на круге вообще да получается так как будто вы может на другие нападали мы же не знаем это если мы может поесть поспрашивать вечерин что же на этот раз загадочник придумает в ночи непонятно что он делал до этого кроме взрывов ну по улице по главной улице прошелся проехался труп завязанными сзади руками и с топором и ножом в голове поэтому мы не беспокоим а вот только тот кто это сделал ему видимо совсем плевать на на все в принципе он не боится прогневать простите меня просто голова сегодня болит что-то прощаем что такой грустный фарадей жду кого ночь ну загадочник то действует ночью и собрался искать не знаю посмотрю что сейчас произойдет ночью и произойдет ли куда туда туда не знаю о чем-то я много куда езжу ну хотя бы на места где может быть он мог бы быть это я откуда где может быть загадочник знаете места загадочника но видимо кот знает но не в нем и а ты ну ты же говоришь про места загадочника а я знаю где места загадочника но ты меня так спрашиваешь как будто знаешь я не знаю я просто ухожу по городу смотрю по странам вообще-то я тебя спросил знаешь о коде здорово привет о коде еще одна девушка твоя что привет я фрадой а ты его как зовут а мэлани вот это про вас в газетах пишут да ну да мисс вот о мне тогда интереснее как раз сейчас разговаривала с капитаном полиции мистером бушем вот я предложила свою помощь так как вы в принципе видели даже сам этот аппарат вы хотя бы скажите как он выглядит один раз его видел когда его осматривали полицейские за плеча ничего по ну-ка железная коробка с циферблатом а вторым все-таки моя догадка по поводу того что он работает по таймеру верно да скорее всего растут менялись цвета в определенное время морей значит есть использование какое на какое-то конкретное количество раз но это же я не знаю наверное скорее всего потому что ну там же пройдем количество дождь да у меня и вправду все начинает это размахать хорошая мысль кучу